Малыши посоревновались в физической подготовке. Ежегодная спартакиада детсадовцев прошла в третьей спортивной школе. В этом году отмечают небывалое количество участников – 54 детских сада. В каждой команде по 6 человек – 3 мальчика, 3 девочки. Преградой на пути к здоровому образу жизни в этот раз встала непогода. Для любого сада это праздник, для детей тем более, которые выступают в таких соревнованиях впервые. И добирались прекрасно на спецгазели, без спецсигналов. Так что великолепно. Ребята соревновались в челночном беге, прыжках в длину с места и метании мяча. Специалисты считают, что физические способности детей нужно развивать с ясельного возраста, а не со школы, как это происходит в большинстве случаев. Тем не менее, участники соревнований показывали очень даже неплохие результаты. В этом году, как никогда, ребята очень хорошо подготовлены. Допустим, нормативы в наклонах туловища они выполняют на уровне второклассников, что очень радует. И опрятная спортивная форма почти у всех детских садиков. Это говорит о том, что физическому воспитанию в дошкольных учреждениях уделяется хорошее место. Такими активными и спортивными сейчас являются далеко не все дети. Воспитатели и сами отмечают, что нынешние малыши мало гуляют на свежем воздухе и все больше времени проводят у компьютеров и телевизоров. А потому занятия физкультуры в детских садах нужно проводить ежедневно. Сейчас дошкольные учреждения уделяют этому в среднем два часа в неделю. Возможно, подобные соревнования заставят воспитателей пересмотреть распорядок дня в пользу физической культуры.